Я нахожусь в Казани. Тут очень красиво. Мне очень нравится архитектура Казани. Тут я увидела довольно много храмов, и они тоже прекрасны. Иконы, они были украшены прекрасными камнями. Очень классный спектакль, очень хорошо сделан. Называется «Правь Федота Стрельца, Удалого Молодца». Красивые костюмы, они хорошо говорят, очень смешные шутки. Было смешно и даже иногда грустно немножко. Очень здорово. Очень текст хорошо проработан. Хочу приметить то, что сцена была в Кремле. И это было очень красиво. Их слова были все зарифмованы. А эта рифма, она довольно сложная. Поэтому то, как они это все сделали, рассказывали, пели и шутки шутили. Это было прекрасно. Косюмы были красивы. Да, это такие славянские. Вот с темы как раз. Круто было, да. Не зря пошла. Мы были в Иннополисе, и там очень красиво. Мы были в университете, там классные комнаты. Ребята проводили время в холле. Кто-то играл в бомбинтон, кто-то устроил битву роботов. Там очень красиво. Здания все в одинаковой примерно расцветке. Зеленый, коричневый и серый. И только здание садика желтое и красное. Там очень здорово. Мы были на мастер-классе по робототехнике. Ну не по робототехнике, а скорее по составлению уходов из готовых блоков. Сначала нам дали инструкцию, в ней мы собирали роботомашину. После этого помогали немного с программированием его, созданием программы из готовых блоков. И после этого давали задания, которые мы должны были сами выполнять. Ну, было круто. Разговаривают только на английском. Нет, ну разговаривают, может, не только на английском, но предметы там все, кроме математики, на английском. И я впервые еще и в городе был, который младше меня. Не знаю, на год. На два. А? На два. На два. Там всего четыре улицы. Робот-доставщик. И отель откроется. Открылся... Нет, откроется, когда мы уедем. Полностью с роботом. Персонал и роботом. Такси беспилотные. Вчера мы были у Ростема Хузина. Я впервые побывала в мастерской у художника. Несколько картин было. Про Русь, да. Были разные подготовки, войны, здания, персонажи. Все это было нарисовано чудесно. Тины у него большие. И меня это очень удивило. Потому что настолько большие полотна, это же сколько надо над ними работать. А он один это все рисует. Я просто впечатлена. Рустем Хузин мне очень понравился. Его мастерская, он сам, картины. И все, что с ним связано. Мне очень понравилось. Для чего художник нужен? Вы создаете, а? На столик питнул историю, ну, передать. Ты хотел сказать, след оставить, да? Он имел в виду, что потомкам передать нашу действительность. Правильно. Еще какие мысли? Кто еще как думает? Для чего вообще художник? Для чего вы научитесь рисовать? Кого-то, конечно, мама заставила. Это нормально, потому что родители видят ваши способности, а дают туда, куда считают, ну, то есть, где вы можете развиваться. Вот. И вообще, вы же по утрам все смотрятся в зеркало? Да. Для чего? Для того, чтобы сделать себя лучше, да? То есть, если я такой привел, то есть, представляете, как на меня посмотрят. Вот художник – это некое зеркало, которое для общества является помощником, чтобы общество становилось лучше. Но один больше, мне нравится. Это не просто. Возьмите. А вот там, кстати, сидят наши художники. Лису, в колоколе. Ты ничего не видишь? Идем. Мы сейчас находимся в музее археологии дерева. Тут мы видели один кусочек дерева. Раньше они были просто гигантскими. А там был только небольшой кусочек, который сейчас очень сложно даже обхватить руками. Не представляю, какие они были раньше. Также монеты. Они раньше делались из шуек, да, вроде. Там разные года были. 1912, 1906 и так далее. Очень много их было. И еще разные инструменты. Топоры, кирки. И как там... Были и деревянные, и железные гвозди разных размеров. И также дома обычно и сейчас, и в принципе тогда делались без гвоздей. Потому что, когда дерево соприкасается с железом, оно быстрее разрушается. Лыжи, как когда-то давно, давно делали лыжи. Вот. Вот это такие выгнутые деревяшки. Полозья от санок. Вот. Тут еще есть игрушки-кораблики, как и сейчас делают. Вон там, на самом верху, это заготовки для лука. Номер 13. Это шахматные фигуры такие были, когда-то давно. Рядом с ними номер 12. Три игральные фишки. Эти игрушки, ими играли, когда давным-давно дети. Вот это номер 10, медведь. Там лошадка. Погремушки. Все это погремушки-погремушки-погремушки. Это свистульки. Свистульки-свистульки-свистульки. Вот эти два деревянных, две деревянных вещи под номером 18. Это волчки. Это, наверное, флейта. Это свирель. Наверху висит свирель. Под номером 15 тоже свирели, только глиняные. Глиняные. Вот. А раньше таких не было. Роботов-палисосов. А с чем-то наилит, да? А рядышком палочка с лампочкой. Видели? Цветец там, да? Все это палочка с лампочкой. А раньше деревянные палочки такие цветы вставлялись и поджигались. Барсик это большой молоток с метровой рукоятью и полуметровым бревном. Покажи нам его на экспонат. Вот это и есть барсик, да? Вот это барсик. Какой красивый. А маленький молоток? Жаль, что не пушистый. Маленький молоток это киянка. И вот киянка при работе... А, нет, это не киянка. Вот десятая киянка. Вот киянка, да. Да, десятая. Киянка при работе киянкой... Оно сделано, чтобы наносить легкие удары по дереву и там, допустим, стыки в полу. А вот это вот наверху, это что? Это куски топоров. А вот маленький топорик, это что за топорик? А, это я не помню. Ювелирный топорик. Ювелирный? Ювелирный для мелких работ. Ювелирный для мелких работ. Сегодня я рисую 12-й день. Для меня это первый опыт быть на пленэре. Это очень необычно, потому что я каждый день рисую и рисую, ну, три картины. Это необычно и довольно весело. Рядом со мной находится очень много художников, которые рисуют долго. Я смотрю на работы других и могу что-то из этих работ взять, позаимствовать, чтобы рисовать лучше. Если сравнить мои первые и последние работы, то вот самая первая была такая шатка. Кривая, ну, волнами шла. А вот сейчас у меня рисунки начали быть более устойчивыми. И это для меня большой прогресс, потому что на такое быстрое время научиться... Ну, для меня оно быстрое, потому что я обычно очень много практикуюсь. И только там через большое время начинается что-то там устаканиваться. А тут, ну, за 12 дней где. Красками профессиональными я рисую впервые. Это необычно, потому что смешивать цвета, что-то побольше, что-то поменьше. Потом это вырисовать на листе, чтобы они подходили друг к другу. Вот это вот сложно, классно, необычно. Мне это понравилось, рисовать красками. Я собираюсь идти в индустрию кулинарии. А там надо подбирать цвета, формы, как там. Надо научиться рисовать, чтобы делать что-то новое, чтобы это продавать. И как там рисовать на тортиках, пряниках и многом другом. Поэтому на этом пленэре я научилась рисовать. Это мне поможет в будущем. Рисовать — это здорово и очень познавательно. Я приехала на пленэр. Первые дни моей работы были, грубо говоря, ужасными. А теперь это просто... Они прекрасны. Я в первый раз так хорошо рисую. Не знаю, когда я... Как я смогла так быстро научиться так хорошо рисовать. Но на длинэрах это, видимо, возможно. Я вообще впервые работаю с натурой. И это просто очень интересно. Оказывается, то, что работать с натурой очень удобно. Потому что я это узнала, ну, когда рисовала. Оказывается, с фотографией не так интересно рисовать, как с натурой. И вообще, когда я работаю с натурой, я могу уделить больше времени местам, которым мне хочется уделить больше внимания. Я могу сделать эти места центровыми, выделить их, сделать их ярче, показать, что они тут есть. Потому что многие люди их могут не замечать. А в чём задача художника? Ну, художник показывает красоту мира, пытается сделать этот мир лучше и прекраснее. Мир — это сплошная красота. Художник как зеркало, он её отражает.